Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Представляем вашему вниманию Тимофея Каратаева, талантливого актера с яркой внешностью, его актерский брак, а также трудный развод. Зрители восхищаются талантом этого актера и его успешными работами. Несмотря на это, он продолжает работать над собой и совершенствует свое актерское мастерство. Тимофей Каратаев прекрасно играет в театре, а также активно снимается в кино. Тимофей родился и вырос в столице. Среди его родных нет ни актеров, ни режиссеров, но, может быть, роль в его выборе сыграло то, что вся его семья часто смотрели театральные постановки. Из детства Тимофей играет в театральной студии, а также не забывает о спорте. Тимофей увлекается каратэ. Окончив школу, Тимофей успешно проходит конкурс, и его принимают в театральный вуз. Ему везет, и он хорошо учится у талантливого актера и преподавателя Виктора Коршунова. Через некоторое время становится лучшим студентом на своем курсе. Еще во время обучения он успешно играет в театре, и после окончания вуза его приглашают в малый театр. Тимофей очень любит общение со зрителями со сцены театра и продолжает в нем работать и сейчас. Впервые в кино Каратаев снялся еще будучи студентом, но это были небольшие эпизодические роли, а потом и вообще был большой перерыв. И только в 2009 году, наконец-то ему повезло, его приглашают сниматься сразу в несколько сериалов. После этих работ на Каратаева обратили внимание многие режиссеры и стали приглашать на съемки. Таким режиссером стал Асадуллин, который предложил Тимофею главную роль в фильме «Фобос. Клуб страха». «Звездный час» к нему пришел после выхода кинокартины «Испанец». Этот фильм – реальная история из жизни. Его герой – летчик, который встретил любимую женщину, но это был Советский Союз, и эти браки тогда не были разрешены. После этой работы Тимофей постоянно снимается. Личная жизнь. Со своей будущей супругой, актрисой Анной Михайловской, Тимофей Каратаев познакомился на пробах. Пробы они не прошли и разъехались в разные стороны. Но прошло несколько лет, и молодые люди снова встречаются на пробах. Их отношения развивались постепенно. Через пару лет молодые люди заключили брак. У них родился сын, которого назвали Мирослав. Через несколько лет, как гром среди ясного неба, прозвучала новость о том, что актеры расторгали брак. Для многих это было большое удивление, никто не ожидал. Ведь они считались самой красивой, самой прекрасной парой среди актеров. Причина развода неизвестна. Все прошло тихо и незаметно для многих, но не для Тимофея Каратаева. Он очень тяжело переживал этот развод. Он общается с сыном, помогает его воспитывать бывшей жене. Его актерская работа складывается удачно. Талант и внешние данные предполагают блестящее будущее в кино, а также лучшие роли еще впереди. Хочется пожелать ему всего самого доброго, всего самого наилучшего, побольше новых интересных проектов, конечно же главных ролей и наконец обрести свое личное семейное счастье. Пишите свое мнение в комментариях, нравится вам этот актер или нет, и какие картины с его участием больше всего вас впечатлили. Всех благодарю за внимание, всего вам самого наилучшего. Всем удачи, до новых встреч и всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»